Да, значит, ребята, сегодня у нас в гостях по вашим просьбам, по вашим просьбам пришел Сергей Васильевич. Почему? Потому что мне многие уже говорили, что так, мол, и так, и хотели такой конкретный разговор поговорить. Ну, я немножко снял, почему Сергей Васильевич и вам интересен, ну, потому что и мне он интересен, потому что вот так зайдет человек, понимаете, и сразу вот скажет два слова, и мне как бы уже это чувствуется, чувствуется, ребята, специалист, специалист. Вот, а как вот специалиста узнаешь? Вот по птице, по птице. Он только так посмотрел, два слова сказал, и все. И мне, а мне это приятно. Итак, Сергей Васильевич, значит, вы видите, сейчас мы общаемся с вами, значит, спасибо, спасибо, что вы уделяете. Ну, старался выбрать время, за сколько времени. Прошло никак. Ну, все-таки вот сейчас. Я приехал и только с областью в Сирадониско. Целый день, там, полдня, более полдня, серьезный разговор. Очень хорошо, очень хорошо, что вы приехали. Сейчас, я секундочку, скулочку возьму. Понятно. Ничего будет? А ну, глаза бьет, Владимир Николаевич, глаза бьет лампа. Глаза бьет лампу. Ну да, как-то тут предопресса, да? Да, да, да. Да, есть такой, есть такой. Ну, Игорь, да, может быть, так, да? Так, нормально, ну, я так смотрю, вот, вот сейчас. Достаточно там, да? Да, да, сейчас я так поверну, чтобы у вас лично было... Ну, может, на стол, нет, или так лучше. Да, так, да, да. А может быть, Таня, ну, посмотрим. В общем, это самое. Что я могу сказать? На старте нашего общения. Ну, на старте... Только, только что с очень серьезной встречей, с очень серьезным разговором. И мои мысли еще там. Но, несмотря на то, я сейчас настроюсь на наше общение, соберусь так с мыслями, и мы поведем тему по голубям. Ну, изначально, всем достойным и порядочным, уважительно, по-славянски подаю руку. Ко мне обращаются. Пожалуйста, поясните нам, расскажите нам по привестиям, рукопожатиям. Пожалуйста. Есть всем известное привестие, которое руку подают вот так, да? При этом пожимает руку, старается покрепче, старается пожать так от души. И бывает чрезмерно. Да. Причиняет человеку боль, страдания, унижения, оскорбления. А если у человека рука была травмирована, так ему еще больнее и возможно возобновление травмы. Кстати, одна кисть, это 1% от общей площади человека. И если подают руку друг другу, у одного рука огромная, у другого маленькая. И маленькая не может обхватить огромную руку, и человек опять как бы принижен, как бы оскорблен, ему как бы неловко, неудобно. Поэтому есть наши рукопожатия, великого славянского народа, уважительное рукопожатие, при котором все уравниваются, и никто, никому, никогда не причиняет боль, страданий, унижений, оскорблений. Есть разного, не надо открывать, я пока эта инфровизация идет, меня, я чтоб не потерял мысль. Но есть разного уровня рукопожатия, но это же другая тема, и надо время. А мы поведем тему по голубям, как коня под усы. Есть же разные породы. Есть наша порода, аборигенная порода, высокопотолочного полета, начало-начало всех наших пород. Мы ее называем своих аборигенов летными. Но по науке это же гонные. Гонная группа включает в себя несколько групп. Они делятся на горизонтальный полет, движение и вертикальный. Первый, кого можно назвать из горизонтальных, это индийские латаны, наземные турманы. Встрахнутые в руках, посаженные наземные, они катятся. Который дальше всех прокатился, тут и победитель, чемпион. Затем идут голуби горизонтального полета почтовые. Они делятся на четыре группы. Первая группа бородовчатые, например, карьеры. Вторая группа длинноклевые. Это наши голуби, голуби русичей. Ну и спокойный ком нас же называют славяне, русичи. Еще нас называют русичей Киевской Руси. Третья группа это кривоклювые, например, нюрнбергские бахдеты. Четвертая группа это короткоклювые, бельгийцы. Брюссельские, отверпенские, лютихские. Лютихцы вообще такие, как турманочки внешне. Затем группа вертикального полета. Первая из них можно назвать кого? Околоземные турманы. Голубки воркуют и над голубкой играют. Например, бельгийский рингслагер. Или, к примеру, идут голуби дальше низкопотолочного полета. Это над крышами, над деревьями. Например, монахи. Затем есть голуби еще выше летающие. К примеру, датские турманы. Затем есть голуби еще выше летающие. Это, к примеру, наши киевские, светлые, там нежинские. Есть голуби высокопотолочного полета. Это, например, николаевские, курские. Их не полет, называется звездный полет. На той высоте с земли они кажутся размерами, как звездочки. Звездный полет делится на три этапа. Первый звездочка. Затем идет высота размывания. Видно, не видно. И высота заныривания или утопания. Без бинокля не видно. Есть же воздушный флот, аэрофлот. А есть воздушные, есть морские суда, речные суда, морской флот, речной флот. Надводные суда, подводные суда. И облака плывут по руслам же, как реки. Затем идет выныривание. Переход в высоту размывания. С высоты размывания переход в звездочку. Со звездочки выпадает. Идет на посадку и приземление. Всегонные летают кругами или без кругов. Могут быть сыгрой. Например, верт, кат. Вареные верты могут быть, бить крыло о крыло. Это бьющие голы правильно, а не боющие бойные. Неправильно. Игра может переходить в столб. Может быть в зависание. Может быть в ленту. Найвысшим достижением среди гонных, а это наших предков, это бескружный полет. Например, Николаевский. Внешне они приближены к естественным формам. Но у них противоестественный полет. У них противоестественная аэромеханика. И противоестественная аэродинамика. Поэтому они летают вертикально без кругов. Горизонтально и интрудно. Элита бескружных. Тучерезы. Тучерезы летят, не реагируя друг на друга. От точки подъема до звездочки. Отклонение не более 6 метров. Элита 4 метра, а элита 1,5. Лучше из лучших. Абсолют. При одинаковых погодных условиях. Среди бескружных и вообще гонных по красоте форм силуэта и амплитуде крыла первое место держат серпокрылые. Среди серпокрылых элита. Четырехсерповые. Во время работы крыла, движения, работают первичные маховые. Они образуют дополнительный серп. Это очень зависит от третьего пальца на четвертом суставе. Если считать от корпуса. Два на одном крыле, два на другом, четыре. Высшая математика. Два плюс два. Ну, погонным, как бы, прояснили. Еще в Царской империи во время, на третьем съезде по птицеводству принято решение признать голубеводство равноправной отраслью птицеводства, пользующаясь всеми правами и защитой закона наравне с другими. Включить голубей в общегосударственный план снабжения горманы. Привлекать к уголовной ответственности виновных при своении чужих голубей. Уничтожать приспособления ловушки для ловли голубей. Конфисковать все голубей подсудимым. Принадлежащих ему. Подсудимым. Всячески популяризировать голубей очень серьезно на государственном уровне. Но один писатель, известный, отозвался нехорошо о голубеводстве. О голубях, о голубеводах. Следовательно, о селекционерах и генетиках. Какой писатель? В первую очередь оскорбил своих соотечественников. Его зовут Денис Иванович фон Визи. Он написал пьесу «Недокосель». Вылетает на сцену Витрофанушка в руках шест, на шеститряпках, всем видом показывает, что он только шашуровал голубей. И фон Визин на примере общения Витрофанушки с голубями и его поведение по жизни показал, что голуби это плохо и ни к чему хорошему не приведут. Витрофанушка говорит, а на шо мне учить географию? Ямщик знает, довезет. Но фон Визин жил во времена правления Екатерины II. И он наверняка знал, что было пять братьев Орловых. И Григорий Григорьевич Орлов был любимым мужчиной Екатерины II. До Потемкина Григорий Александрович. И его брат Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский занимался голубями и выводил новые породы. Например, бородуны, графские. Приобретал граф Орлов-Голубей так же и у князя Репнина. Граф Орлов у князя Репнина. То есть граф и князь. Содержали голубей так же и цари. Неглашенный факт, но у наших царей были великолепные коллекции голубей. И в наши времена Леонид Ильич Брежнев, руководитель Союза Советской Социалистической Республики, задержал голубей. И несмотря на то, что он возглавлял огромнейшую страну, мощнейшую страну, с которой считался весь мир, он находил время голубям. Вот такой же факт. Когда развалили Советский Союз, Россия взяла на себя все его полномочия. Но она во всем уступает Советскому Союзу, в первую очередь по площади. И его друг, руководитель Украины, Сербицкий Владимир Васильевич, так же содержал голубей. Премьер-министр Черномырдин Виктор Степанович любил голубей, у него был голубь за 60 тысяч евро. Янукович Виктор Федорович, наш премьер-министр, президент Украины, содержал голубей в Украине. Но если по чести, по совести сказать, как голубевод, о голубеводе, у него была шикарная птица. Мне показывали на телефоне полет его серпокрылых. Скажу я вам честно, по совести, ну, изумительная птица. И Никулин, Юрий Владимирович, артист цирка и кино, всем известный, любил голубей. Я лично видел, как у него в кабинете на его столе находился белый голубок с бантиком на груди, породы чайечка. Также гениальнейший актер Георгий Михайлович Витцин любил голубей, содержал голубей. Образцов Сергей Владимирович. Это царь кукольников. Его кукольный театр до сих пор непревзойденный. Любил голубей. У него были голуби нескольких пород. И мне очень нравились его павлиния. Безукоризненная птица. Правильно отвесно поставленный хвост. Правильно развернутый хвост. Плотный, без просветов. Стопроцентный корпус. Соразмерно корпусу шейка, переходящего в такую оригинальную головочку, только им присущую. И даже в клюве верхняя чавочка была стопроцентной именно формы. Это там очень важно. Там особая форма такая. И в наши дни. Можно нам не вставить? Не надо. И в наши дни. Я потеряю мысль, я с импровизирую. И в наши дни. От нищего пенсионера в 2000 пенсии до миллиардера люди содержат голубей. Во многих народах голубь святопочтаемая птица. Принимающие участие в военных действиях. Были награждены государственными наградами за боевые заслуги. Были присвоены воинские звания. Один из фактов нашей истории. Во время последней Великой Отечественной войны 1941-1945 Один из штабов наших войск голубь нес в депешу. Но смертельно раненый немцами он упал на порог штаба. Но донесение доставил. Благодаря ему войска Советского Союза успели вовремя перегруппироваться, подготовиться стратегически и тактически и выиграть сражения. По поводу фон Визина общался с людьми разных мировоззрений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok